Сегодня будет играть действующий член «Золотой девятки» Алексей Викторович Прохин, программист из Азова. Азовчанин Алексей Прохин – один из самых сильных и опытных участников своей игры. Тем не менее, любой турнир всегда становится самой настоящей схваткой с соперниками. В первых циклах претенденты, в принципе, не самые опытные, но тоже сильные, слабых там нет. По профессии Алексей – программист, но наиболее простыми для себя вопросами считает те, которые относятся к наукам о природе. Мне легче в вопросах по естественным наукам, поскольку на них мне реже приходится бороться за кнопку. То есть я знаю ответ, а другие претенденты, а мои конкуренты не знают. Потому что когда узнают все три, то у меня чаще всего не получается выиграть кнопку. В своей игре важно не только нажать кнопку первым, но и не сделать это раньше времени, иначе последует блокировка кнопки. Еще в седьмом классе Алексей владел техникой скорочтения. По словам его мамы, этот навык иногда вредит в игре. Он вопрос читает, его же показывают, а ведущий в это время еще говорит. И если он вопрос дочитал, вот это вначале он попался несколько раз, он вопрос прочел, нажал кнопку, все у него заблокировано. Как говорит сам Алексей, обычно он знает правильные ответы на 90-95% вопросов, но при этом есть область, в которой он не сведущ. Наверное, по самой современной поп-музыке. За этим я совершенно не слежу. Они, в принципе, редакторы тоже не особенные, любят, но пытаются все-таки вставлять. Азовчанин давно стал довольно известной личностью среди участников и поклонников своей игры. Его эрудиция иногда даже пугает новичков. Если какой-то игрок будет выбирать, то он предпочтет выбрать не меня, а кого-нибудь другого. То есть, на самом деле, да, когда узнают, что играют со мной, они говорят, что жаль уже, я вас боюсь. Часто бывает, да. Источник энциклопедических знаний Алексея – это, конечно же, книги. По словам Лидии Семеновны, алфавит он выучил раньше, чем начал говорить. Листал книжку, я ему по книжке читала, очень интересные книги, стихи с картиночками и так далее. И он стал показывать букву. Сначала выучили самую простую – это О. И он потом полчаса листал эти буквы О, показывал. Потом все гласные. И год и девять месяцев он выучил весь алфавит. Лидия Прохина, как успешный педагог, советует молодым родителям по возможности раньше начинать учить ребенка читать, решать занимательные задачи, разгадывать ребусы, а также развивать мелкую моторику рук. Но обязательно все это делать с интересом и хорошим настроением. Он кубик Рубика, когда появился, он ходил лично в библиотеку, там была статья в науке и жизни. И он оттуда себе законспектировал, еще не было ксерокопии. И он этот кубик Рубика собирал. Когда появляется в свободное время, Алексей по-прежнему старается много читать. С детства и по сегодняшний день неизменно увлекает фантастика. Редактор своей игры тоже любит научную фантастику, особенно братьев Стругацких. И по братьям Стругацких один-два вопроса всегда бывает. Поделился с нами Алексей и своими планами, ближайшими и более отдаленными. Будет еще одна игра в этом цикле, результат которой я вам сказать не могу. Поскольку в неснятых играх запрещается говорить. Выиграл я или проиграл. Ну и буду дальше продолжать в любом случае заявляться. Полагаю, что через два года будут юбилейные игры, на которых зовут сильнейших игроков. И полагаю, что в их числе я обязательно буду. А дальше мы посмотрим. Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.